Всем привет! Меня зовут Тамара. Я оформляю электронные визы в несколько стран, в том числе и в Индию, где, собственно, сейчас я нахожусь. Я сюда прилетела 14 ноября 2021 года по бизнес-визе. Ну и, собственно говоря, весть из полей. Итак, как сейчас можно полететь в Индию? По каким визам? Первое – это бизнес-виза. Мы уже давно ее оформляем. Есть отдельное видео по ее правилам. Напоминаю сейчас быстро, что она выдается на год с момента оформления, и по ней можно неоднократно заезжать и выезжать в Индию. Каждый визит не должен превышать 180 дней и не более 180 дней в календарный год. На месте можно ее продлить не выезжая, но там есть нюансы. Минус этой визы в том, что она дорогая, только консульский сбор по ней составляет 100 вместе с комиссией 103 доллара. Плюс, если у вас нету приглашения антидийской стороны, вы платите агентству и за оформление вы оплачиваете агентств. Соответственно, сумма выходит кругленькая. Какой есть второй вариант? Это по туризму, который открылся официально с 15 ноября. По этой визе уже можно полететь, но она короткосрочная, дается на 30 дней. В чем ее плюс? У нее хороший коридор 120 дней до въезда. Например, вы оформили ее сейчас в декабре, а прилететь вы по ней можете хоть в этот же день, хоть через месяц, через два, через три, соответственно через четыре месяца. Это где-то март, что ли. Вы можете прилететь по ней значительно позже. И пока она еще бесплатная, то есть без консульского сбора. Поэтому вы можете ее оформить либо самостоятельно, в интернете куча инструкций, в том числе и на нашем сайте тоже можете посмотреть. Но кто не хочет с этим замараться, потому что большинство причин отказов, насколько я помню, это именно неправильное заполнение. Я работаю уже очень давно с этими визами и очень много сталкивалась с отказами, где 95% из-за того, что вы либо что-то не там вписали, не туда добавили, не того качества фотография. Плюс глюки никто не отменял, как всегда сайт традиционно глючный. Поэтому можно разобраться самостоятельно и ее оформить. Если такого желания, возможности не возникает, можете обратиться к посредникам, например, к нам. Мы вам все это оформим очень быстро. Если нужно, пришлем чек, за все отчитаемся, покажем, как проверить, что она настоящая на сайте. В общем, никаких денежных проблем у нас с вами точно не возникнет. В этом плане мы фирма проверенная. Опять же, я тут, в Гуа, ни от кого не прячусь, не скрываюсь. Ко мне подходит куча народа, кто меня уже знает, узнает, кому я делала визы бизнес, кому я делала визы такие. Так, я отвлеклась от темы. Что еще можно сказать по этой визе? Она однократная и не подлежит продлению. Теоретически, может быть, появится лазейка ее продлить, например, по каким-то медицинским показаниям. Возможно. Но поскольку она только появилась, это все так достаточно вилами по воде. Это будет известно только в будущем, да, что там нас ждет, как повернется ситуация с этим ковидом. Вот. Может быть, что-то изменится в будущем. Опять же, я не знаю. Тут история в этом плане вершится здесь и сейчас, и на будущее загадывать вообще очень сложно. Так же многие спрашивают, а можно ли как раньше выехать, допустим, после окончания этих 30 дней и сделать новую и снова прилететь? Тоже пока не могу однозначно дать на этот ответ, потому что индийская виза, блин, это вещи многие узнают только на практике. Потому что вот даже им пишешь, да, задаешь такой вопрос, они затрудняются сами ответить. Либо откровенно какую-то фигню пишут, либо один может ответить «да», другой ответить «нет». Все это надо только на практике. Вот когда будут эти прецеденты, просто дело в том, что еще времени-то вот только-только-только туристы начинают прилетать по чуть-чуть. Соответственно, когда уже кто-то вылетит, и мы попробуем сделать человеку визу, будет уже точно понятно на практике, можно ли сразу или нет. Так поговаривают о якобы коридоре в два месяца, но пока это не проверенная информация, поэтому сложно сказать что-то. Не знаю, когда вы посмотрите это видео, можете у меня поинтересоваться, допустим, если это будет уже где-то там в январе, можно так делать или нет, если этот коридор. Под этим видео будет контактный наш номер, по которому мы принимаем заявки на оформление как туристической визы, так и бизнес-визы. С этим приглашением от индийской фирмы, либо полностью под ключ с нашим приглашением. Пожалуйста, не пишите на этот телефон, как там в Индии, как погода, как природа. Заявок, поскольку очень много в течение дня, вопросов разных не только по Индии. У меня Мексика, у меня Кипр, Кения, Танзания, Шри-Ланка. Вопросов дофига, и дофига вообще не по делу. Поэтому лишний раз ответить, как там погодка моря. Я, кстати, публикую свои сторис, шосс, они, по-моему, называют. Рубик коротенький, Гуа онлайн. Вы там можете посмотреть и погоду, и природу, и что там происходит. В принципе, я публикую достаточно часто. Также есть у меня инстаграм, в ватсапе я публикую статус. Вот, а так вообще погода замечательная, природа замечательная, потому что дождей было много, в том числе в начале декабря были дожди, поэтому природа сочная. Я такую в Индии в декабре никогда не видела, обычно все тут просто уже выжжено. На чем здесь можно сэкономить? На жилье. Но, как это ни странно, кому-то находить его легко, кому-то очень сложно. Я из тех, у кого получился микс. С одной стороны, я нашла очень хорошие несколько квартир за 15 тысяч, двушки. Кстати, есть видео, где я делаю обзор. В данном случае вот этого домика, который я сторговалась за 15 тысяч. Тоже, знаете, надо уметь двушка с холлом, с классным видом на речку. Совсем-совсем-совсем, но жить я там сама не захотела и очень быстро его перездала. Вот, и вернулась в свою квартиру комфортабельную, которую тоже я снимаю за 15 тысяч в середине мейна, чуть-чуть вглубь. Но тоже меня там не все устраивает. Например, как вот такой контент. Я с такими видами там записать не могу, потому что вид только на трущобы, пиканье от байков, но сама квартира внутри очень комфортна. Поэтому, грубо говоря, переплатив за бизнес визу, у вас есть шанс существенно сэкономить, сняв неплохую комнатку, квартирку или домик у моря. И, например, не снимая байк. Байки тоже подешевели. Есть, кто все равно ломит цену и на квартиры, и на байки, но просто знает, что можно дешевле. Это надо с хозяевами разговаривать. В принципе, они уже подготовлены, промаринованы нами, кто прилетел. Я без конца с ними общаюсь тоже, говорю, что там не ждите наплыв каких-то семей, они не приедут, это очень дорого им сделать визу. Не ждите, что одиночные туристы у вас будут снимать там ваши комнатки за 10-15 тысяч, когда они могут найти такую же за 7, даже за 6. И те, кто что-то понимают, они, конечно же, снижают цену. Те, кто ни хрена не понимают, они ее еще пока держат, но, возможно, к тому времени, когда приедете, например, после уже январских, допустим, праздников, когда они не дождутся своих богатых белых туристов, они начнут снижать цены. Вот. Что же вам еще-то по визе рассказать? В принципе, можете спрашивать в комментариях. Комментарии я читаю, отвечаю. Если нужно будет оформление, пишите. Всем на связи. Смотрите сторис и Гуа онлайн.